МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Через тернии к спорту. В системе спортивного резерва необходим толчок, что решили участники масштабного форума. Вместо пособий – детский сад. В Чубаксарах заканчивается действие пилотного проекта. В столице Чуваши открыли штрафплощадку для эвакуированных автомобилей. Как машины туда попадают и как ее оттуда потом забрать? Начнем наш выпуск сегодня со спортивной информации. Надежда на спортивный резерв, универсиады в Казани, Олимпийские игры в Сочи, чемпионаты мира по легкой атлетике, хоккею и футболу. В ближайшие годы российские регионы примут у себя десятки престижных соревнований. Отстаивать честь страны на них будут только лучшие из лучших. Ставка на подготовку спортсменов высокого класса. Но в последние годы отбирать достойных становится все сложнее. Насколько серьезен кризис в спорте высших достижений и что поможет сделать систему совершенной. Сегодня об этом говорили участники масштабного форума. Акценты на нем расставил заместитель федерального министра спорта Юрий Нагорных. Еще утром он провел рабочую встречу с главой республики. Михаил Игнатьев не упустил возможности поблагодарить гостя за эффективное взаимодействие, которое сложилось у региона со спортивным ведомством. Эта работа приносит свои плоды. Вклад чувашских спортсменов в общую медальную копилку довольно весом. Яркий пример тому прошедшая Олимпиада в Лондоне. Кто готов сменить уже признанных лидеров? Об этом тоже говорили на спортивном форуме. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Подготовкой спортивного резерва в стране занимаются 5 тысяч 15 спортивных организаций, из которых 113 региональные центры спортивной подготовки, центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, 55 училищ олимпийского резерва. Выбирать достойных есть из кого. В школах, спортивных училищах и различных центрах по всей стране тренируются более трех миллионов ребят. Потенциал неплохой, но до совершенства пока не доведена сама система. Снижаются расходы на учебный процесс. Зачастую не хватает денег, чтобы приобрести необходимый инвентарь. Другая проблема – кадровый кризис. Квалифицированных тренеров, желающих работать за копейки, отыскать сложно. Нависшие проблемы решать необходимо немедля. Результатом проведенной работы стал вывод о том, что существующие тенденции в системе подготовки спортивного резерва через 8-10 лет привели бы к потере позиций России даже в тех видах спортов, в которых сегодня наша страна занимает лидирующие позиции. Первая задача в общем списке – увеличение заработной платы тренеров. Меры уже приняты. Повышение будет поэтапным. Через пять лет наставники спортсменов будут получать в два раза больше, чем сейчас. Это решит еще одну проблему. В системе появится много молодых специалистов. Для того, чтобы создать условия, для того, чтобы и после окончания вузов молодежь приходила работать в детские спортивные школы, в клубы по месту жительства, сегодня разработаны рекомендации. Даются возможности и повышающие коэффициенты вводить, и различные единовременные выплаты производить, решать вопросы, если это речь идет о сельских поселениях, по приравниванию их к педагогам. Зачастую тренеры не могут найти возможности отправлять своих подопечных на соревнования. Где-то на помощь перспективным ребятам приходят спонсоры. Инвестировать в спортивную отрасль в последние годы начали больше. Частные инвесторы, поддержку тех, кто любит спорт, устанавливают во дворах вот такие снаряды. Любой житель может на котором заниматься, не обязательно покупать какую-то дорогую карту, либо абонемент, вот вышел во двор площадка. А это последний писк моды. Вместо обычной травы на стадионах укладывают универсальные покрытия. Играть в футбол на нем можно даже зимой. Поставщики дают гарантию, материал долговечный. Подобные газоны не в дикоминку и для чуваши. Два футбольных поля тех, кто в сарах сделали. Когда Виталий Леонидович приезжал, мы открыли одно поле. Это как раз на окраине города Чебоксары. А так он раньше обещал, мы центральный стадион, они хорошие. Мы члены района сюда ездим заниматься, тренироваться, так скажем, для себя тоже. И похоже, что в этом случае пример действительно заразителен. В Чувашии семимильными шагами развивается массовый спорт. Во всех районах возведены физкультурно-здоровительные комплексы. Недавно их передали на баланс спортивных школ. Это тоже позволило решить массу проблем. Не только улучшить условия для занятий юных спортсменов и повысить эффективность использования современных спортивных сооружений, но и снизить управленческие расходы, увеличив за счет этого фонд оплаты труда тренеров. То, что в Чувашии выстроена отличная система подготовки спортсменов, гости отмечали не раз. Но стремиться региону еще есть к чему. Ставку необходимо сделать на развитие уличного спорта. Федеральная программа по развитию отрасли будет продолжена. Строить спортивные объекты в регионах будут и дальше. Хоккейные площадки, футбольные поля, да и много не надо там таких спортивных, много затратных сооружений. Простые вещи, чтобы человек мог потянуться на турнике, если хочет, смог потянуться, хочет покачать мышцы, пускай покачает. Никаких вопросов нет. Это тоже станет залогом для подготовки достойных спортсменов. На резерв возлагают надежды. Именно от них зависит престиж страны. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. К другим новостям. Противодействие распространению детской порнографии через интернет, информационная безопасность во всемирной паутине и киберпреступность. Эти вопросы стали темой круглого стола, который состоялся в Чебоксарской гимназии номер 5. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, городского управления по образованию, провайдеры, учителя, а также депутат Госдумы России Алена Аршинова. За последние годы интернет плотно вошел в нашу жизнь. С помощью всемирной паутины мы можем обучаться, общаться, делать покупки. На часть интернет-услуг, как правило, связанных с платежами и оборотом денег, посягают мошенники. В последние годы к этому добавились и другие виды киберпреступлений. Сейчас у нас уже трех-четырехлетние дети уже вовсю пользуются айпадами и в очень раннем возрасте учатся вести свои аккаунты. И, кстати, этому способствуют именно родители. А потом родители же первые страдают от той культуры, которую приобретают в интернете родители и несут ее уже в семью и в реальную, скажем так, жизнь из виртуальной. Поэтому еще раз говорю, что интернет и информационная среда, она настолько быстро меняется, она приобретает каждый раз новые формы, поэтому мы здесь тоже должны быть гибкими и очень оперативно реагировать. В одиночку решить проблему защиты детей не способны ни министерство, организация, провайдер, школа или родители. Поэтому Алена Аршинова предложила организационно и технологически обеспечить интернет-безопасность детей. Организационные меры нужно предпринимать совместно со школой, родителями и общественными структурами. Технологические шаги предусматривают создание фильтрационных программ и введение мониторинга деятельности детей в интернете. Программы-фильтры, я считаю, что они необходимы и даже необходимы, скажем так, в обязательном порядке. Чем они отличаются от жесткого блокирования на том же сайте реестров запрещенной информации, то есть на запрет инфо. Чем отличаются? Там жестко блокировали сайт и все. Имея свободный доступ к компьютеру и сетью, уверенными пользователями дети становятся уже годам к десяти. Согласно опросу, интернет они в основном используют для учебы и общения с друзьями. Но та же статистика располагает другими цифрами. Родители наверняка будут шокированы, узнав, что их чада являются основными потребителями взрослого контента. Это был последний у нас случай, был недавно подросток в возрасте 14 лет, он взломал сайт школы. Итог такой, я это делал, я, значит, и буду делать. И самое, что интересно, меня удивило вообще, этот молодой человек, он, знаете, он чуть ли не всем порнографических сайтов сети интернета на память их знает. И называет себя гордо, я порнографист. Представляете, 14 лет, да. Благодаря тому, что в дискуссии приняли участие самые разные люди, вопрос удалось рассмотреть с разных сторон. Ведь у родителей одно видение ситуации, у правоохранителей другое, а у интернет-провайдеров третье. Все озвучили свои точки зрения на проблемы и их решения. Опыты предложения, о которых говорили специалисты, будут включены в рекомендации семинара и направлены в соответствующие структуры для совершенствования законодательства. Ольга Григорьева, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика. Образование в школах не станет платным. Слухи о взымании денег за обучение старшеклассников раздуты. Такое заявление на рабочей встрече с главой республики сегодня сделала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Недавние изменения в Чувашскую Конституцию вызвали ажиотаж в обществе. Тема горячая. Некоторые растолковали документ по-своему. Якобы обучать бесплатно детей теперь будут только до девятого класса. Разработчики закона об образовании. Эти слухи опровергают. Готовить кошелек для перехода в старшие классы никому не придется. Сейчас важно разъяснить это людям. Накануне депутат Госдумы встретилась с представителями родительских комитетов. Проблемные вопросы удалось разрешить. Мы всегда в Государственной Думе подчеркиваем, что сфера образования должна быть сфера, в которой нет политики. Здесь для всех одна самая важная цель, стратегическая цель, чтобы наши граждане были самые конкурентоспособными. Мы формируем самый главный ресурс, который потом работает на государство – это человек. Вместо пособий – детский сад. В Чебоксарах заканчивается действие пилотного проекта, в рамках которого родители, чьи дети не посещают детский сад, получают пособие. Последние выплаты в размере 4430 рублей чебоксарцы получат в апреле этого года. Продолжение темы в нашем сюжете. Три года назад Госдума одобрила законопроект, который предусматривал выплату компенсации малоимущим семьям, которые не получили места в детском саду за отсутствием такового в нужный момент. Эта компенсация выплачивалась из регионального бюджета. За три года из городской казны на выплату такого пособия было потрачено более 300 миллионов рублей. На эти средства город мог построить два полноценных детских сада, отметила заместитель главы администрации по социальным вопросам Алла Салаева. Сегодня нами принято решение о прекращении этого пилотного проекта, потому что у нас есть возможность предоставления дополнительных мест детям, которые находятся из малоимущих семей. С 1 марта 2013 года мы прекращаем прием заявлений на получение пособия, но выплата пособий будет продолжаться для тех, кто уже находится в очереди до 1 апреля. Всего такое пособие в городе получали 3425 детишек в возрасте от полутора до трех лет. Дети, которые сейчас в нем, будут продолжать получать пособие до достижения им двух лет. Дети с двух до трех лет будут обеспечены местами. Только из них 747 сейчас, более старшим детям в возрасте с двух с половиной до трех лет. А 1411 получат свои дополнительные места в сентябре. На сегодня в Чебоксарах место в детском саду ждут 2607 детей. И вопрос с местами уже не стоит так остро, как в предыдущие годы. Уже в 2013 году будут построены новые дошкольные учреждения на Гладково и в юго-западном районе столицы. В нескольких садах откроются дополнительные группы. 2 марта в Чебоксарах начинается прием заявлений в первый класс. Напомним, что с этого года в гимназиях и лицеях не будет начального звена. Набирают детей сейчас только общие образовательные школы. На днях администрация столицы опубликовала список микрорайонов, прикрепленных к той или иной школе. Всю информацию можно прочитать на сайте администрации города. Сразу после нашей программы о том, как будет проходить зачисление в первый класс, с какими сложностями столкнулись столицы и как собираются их решать, смотрите в интервью заместителя министра образования и молодежной политики Светланы Петровой. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин